МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время для новостей Донбасса. В студии Сергей Грунов. Здравствуйте. 19-летний житель Авдеевки был застрелен в собственном дворе. Парень скончался от пулевого ранения в голову во время обстрела частного сектора вблизи промзоны. О случившемся полиции сообщили медики. Минувшей ночью в городе разорвалось полсотни мин. Повреждены 4 дома. Авдеевка обесточена и обезвожена. Подача воды прекращена. Приостановил работу коксохимический завод. Около 20 домов повреждены в результате ночного обстрела в Зайцево. Еще 3 дома в Куйбышевском районе Донецка, сообщают местные жители в соцсетях. Из тяжелых орудий были выпущены снаряды по окраинам Широкина, Красногоровке, Марьинке и Гнутово. На Луганщине стреляли в районе Новоалександровки и Новозвановки. Старшего участкового марьинского отдела полиции поймали на взятки. Инспектор согласился забыть о краже металлолома за 5000 гривен. Такую сумму вымогал у местного жителя. Сотрудники СБУ взяли майора с поличным при получении денег. По данному факту открыто уголовное производство. Контрольно-пропускной пункт Станица Луганская этой ночью вновь оказался под огнем. Стреляли по КПВВ из 82-мм минометов. Накануне снаряды взрывались и в жилом секторе. Горело минное поле, куда долетали осколки, расскажет Антон Нечапуренко. На окраине Станицы Луганской тлеют остатки брошенных домов и догорает минное поле. Взрывные устройства сдетонировали из-за жары. Как только потушили пожар, начался обстрел. Снаряды долетали до единственного в области пункта пропуска. Вышел отсюда, зашел сюда. Сколько по ним выпустили мин, солдаты сказать затрудняются. Кроме минометов, стреляли взрывными пулями из крупнокалиберных пулеметов. Армейцы не пострадали. Признаются, просто повезло. Эту временную огневую позицию военные соорудили в ответ на укрепление, обустроенное противником. Украинские и российские флаги на расстоянии чуть более 100 метров друг от друга. Стрельба начинается после закрытия КПП и прекращается за 15 минут до возобновления работы перехода. Так пытаются уберечь от пуль гражданских, но снаряды часто настигают их в домах. Ну, до утра с подвала не поднималась. Ну, не могу. Ну, когда это кончится? Уже сил нет. Среди ночи пули разбило в доме Валентина окно. Не так давно женщина перекрыла поврежденную осколками крышу. Ремонтировали опять. Ну, соседка пошла опять добиваться. Стекла побили. Сосед Виктор собрал целую коллекцию снарядов и осколков, которые каждую ночь прилетают к нему в дом. Вот это вот, это на крыше я выкинул с чердака. Весь дом так задрожал. Повезло, что оно попало в балку и в перегородку. Как раз в перегородку. Ну, вывалило там два куска. В последнюю неделю обстрелы в районе станицы Луганской участились. Жители разрушенных домов не спешат заменять окна и чинить крыши. Ведь каждая новая ночь несет разрушение. Светлана Павлюкова, Антон Нечапуренко. Специально для телеканала Донбасс. Около тысячи митингующих преимуществ на шахтеры с утра перекрыли центр Киева. Они шли колонной к обмину. Протестующие требовали от министров повышения зарплаты и надлежащего финансирования отрасли. Удалось ли им встретиться с чиновниками в следующем сюжете. Сказками, флагами и транспарантами. Шахтеры, представители профсоюзов и гражданские активисты идут по проезжей части Крещатика. Цель шествия – привлечь внимание к критическому состоянию топливно-энергетического комплекса страны. Ни бензина нельзя, ни за что купить, рабочих доставить нельзя. Запустить новую лаву господдержку не могут дать государство. Хотя обещало, что в 2016 году в бюджет вложить деньги. Требования какие мои? Осовременивание зарплаты пенсий, индексирование регрессных выплат, потому что их не индексируют с 2013 года. А пенсия моя 2007 года. По 1197 насчитано, а сейчас уже средняя по Украине 3661 гривен. Изначально планировали проведение митинга у Министерства энергетики и угольной промышленности. Но уже после старта шествия организаторам пришлось внести коррективы. Мол, разминулись с профильным министром. Мы знаем, где их зайти, если они будут ховаться. Колонна направляется к Кабмину. Уже там озвучивают требования. Среди которых и снижение тарифов, и введение моратория на закрытие государственных шахт, и сокращение рабочих мест, и полное погашение задолженности по зарплате. Заборгованность по зарплате больше 500 миллионов будет взрослать. Шахты не готовы до осеннего зимового периода. И до зимы практически уже неудобны будут выдобывать вугили. Я имею в виду державные шахты. Заборгованность будет взрослать. Сам министр оголосил, что с 35 шахт он планует залишить 7 шахт. Но это, считают митингующие, приведет к негативным последствиям. В частности, с обеспечением теплоэлектростанций топливом. Поскольку уже сейчас дефицит антрацита и угля газовых марок достиг почти полутора миллионов тонн. Митинговали шахтеры под правительственными зданиями весь день. Надеясь на встречу хоть с кем-то из профильных чиновников. Эдуард Ганишевский, Валерий Рябченко, специально для телеканала «Донбасс». Переселенцы сегодня пикетировали кабинет министров. Требовали вернуть заработанные пенсии и возобновить соцвыплаты. Репортаж Анастасии Пугач. В руках бутафорские очки, за спиной таблица для проверки зрения. Так несколько десятков переселенцев и активистов-правозащитников предлагают правительству открыть глаза на их проблемы. Екатерина Фурманюк рассказывает, ее лишили пенсии из-за того, что навещала в Донецке пожилую мать. Мне сказали, ну так вы же не продлили справку. А я говорю, почему я должна ее продлевать, если она же бессрочная. Майскую пенсию мне выплатили вот только в июле месяце. К протестующим выходит заместитель министра соцполитики. Взять символические очки отказывается. Я тоже до вас взятаю с проханием, допомогать, а не перешкоджать. Уйти чиновнику не дают возмущенные переселенцы. Многие из них уже несколько месяцев не получают выплат. Вы пенсию получаете? Не получаете? Какое имеете право забрать пенсию пенсионера, который отработал 40 лет? Мы ничего ни у кого не забираем. Ну как это? Есть закон. Недовольны переселенцы и проверками, с которыми к ним наведываются социальные инспекторы. Виталий мужчине не преклонен. Говорит, фактическое место проживания подтвердить обязаны все, у кого в справке указан адрес Управления труда и соцзащиты. Это была временная мера когда-то в соответствии с нормами закона. Сегодня такого просто не может быть. Оно нелогично вообще. Поэтому человека должны проверить по месту его жительства. Прийти туда социальный инспектор, идентифицируя, что человек действительно находится в этом месте. Правозащитники утверждают, никакие проверки не могут стать основанием для лишения переселенцев заработанных пенсий. Эти права людей защищены международными нормами. Почему не замечают правительство рекомендации Совета Европы, ООН, не замечают решения Европейского суда по правам человека, где четко написано, что пенсия – это имущество человека, что независимо от того, где проживает человек, он обязан получать свою пенсию. Координатор общественной организации «Восток СОС» Александра Дворецкая уверяет, все правки, предложенные активистами и правозащитниками, кабинет министров отклонил. Дальнейшие заседания рабочей группы происходят в таком формате, что ваши рекомендации от общественности никуда не годятся, давайте переписывать так, чтобы они нам понравились. Общественники надеются, что их услышат в пятницу на очередном заседании с чиновниками. В обратном случае грозят массовыми акциями протеста. Анастасия Пугач, Богдан Стрелец, Телеканал Донбасс. Вторую неделю без света жители поселка Отрадовка грозят перекрыть транспортный коридор Зайцево. В населенном пункте повреждены линии электропередач, восстанавливать которые энергетики не спешат. Алексей Куделя разбирался в ситуации. Поселок Отрадовка находится в серой зоне между Бахмутом и Горловкой. Добраться сюда можно только имея специальное разрешение, иначе пограничники не пропустят. Несколько сотен местных жителей уже вторую неделю без света. Провода повредил сильный ветер. Люди доведены до отчаяния и грозятся перекрыть один из транспортных коридоров через линию разграничения. Будем перекрывать завтра, завтра будем брать бензопилы и ложить в дерево. На жаре любые приготовленные продукты портятся моментально. Магазинов в придорожном поселке нет. Делают покупки местные жители в Бахмуте. До него больше 10 километров. Их людям приходится преодолевать пешком. Автобусы в серой зоне не останавливаются. Особенно тяжело старикам. Энергетики восстанавливать линии электропередачи в Отрадовке не спешат. Говорят, поврежденный участок заминирован. Люди обратились к военным. Но ремонтные работы так и не начались. Мы в этом узнали, связываемся с РЭСом. РЭС начинает говорить о том, что да, мы будем что-то делать, но надо как-то этот вопрос решать. Есть целая процедура. То есть эту процедуру быстро можно решить. Я вам даю образец заявочки. Вы его отрабатываете, посылаете. Пока она идет в бумажном виде, мы эту электронику поднимаем и через каналы, поштовые каналы, это все открываем быстро. И быстро на это реагируем. Электрики не могут выехать на участок без заверенного акта о разминировании. Такую бумагу военные выдать не могут. В априори этого акта нет. Когда ведутся боевые действия, никто заключение не даст, что он разминированный. Единственный только путь это пойти вместе с саперами нашими сзади и начинать работать. В итоге, после привлечения чиновников из областной военно-гражданской администрации и долгих переговоров, энергетики к ремонту все же приступили в сопровождении саперов. Работы ведутся, саперы идут первыми и, соответственно, работники РЭСа идут за ними и выполняют свои задачи. Теперь военные думают, как решить вопрос с открытием магазина или доставкой продуктов в Отрадовку. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс». Спасти жизнь ребенку девятилетний Богдан Нестеров из Горловки страдает по рукам сердца. Он нуждался в срочной операции. Шесть лет семья копила деньги, но война лишила их возможности собрать недостающую сумму. Из-за постоянных обстрелов состояние мальчика ухудшилось. Кто помог, знает Виктория Чистюхина. Дети ночью все это слышат. Ну, раньше бывало и днем, но сейчас только по ночам. Эти ужасные кадры Горловки после обстрелов 2014 года облетели всю страну. Город и сегодня в эпицентре боевых действий на Донбассе. Дом Нестеровых, в буквальном смысле мишень, расположен на окраине. Спарни на той стороне опасны. Два года уже не спим практически. Семья из пяти человек. Трое детей и родители. Вынуждена ютиться в одной комнате. Посетить внуков сегодня пришла бабушка. Раиса Степановна вспоминает, как еле выжила во время обстрела еще в начале боевых действий. Осколки повредили ее дом. Саму женщину сильно ранило. А у меня перебило артерию. Вот здесь артерию перебило. И кровотечение было. Шрамы на ее теле напоминают о страшной трагедии и о том, что с ними может случиться беда в любой момент. А еще у 9-летнего Богдана врожденный порог сердца. Состояние ребенка ухудшалось. Парню нужна была срочная операция по установке оклюдера. На его приобретение семья собирала деньги 6 лет, но все равно не хватало. Средства нужно было найти немедленно. Приняли решение, обратились в фонд Ахметова за помощью. И вот общими усилиями решились на операцию. Единственное, что выполняется, это прокол на бедренной вене в Паховой области. Около часа Богдан пролежал на операционном столе Харьковского центра. Врачи говорят, успели вовремя. Осложнения развиваются в более старшем возрасте в связи с этим пороком. И поэтому изменения в сердце и в легких из-за этого порока наступают постепенно. И очень медленно. Мы очень благодарны штабу Рената Ахметова. Очень благодарны всем его сотрудникам. Большое спасибо человеческое, материнское. Здоровье, здоровье и здоровье. С начала работы штаба Ахметова адресно помогли почти 6400 людям. Треть из них дети. Уже на следующий день Богдан поднялся на ноги. Он мечтает о том, чем займется после возвращения домой. На борьбу хотел пойти. Корот, я не знаю просто. Борьба, что наша лучше. Но пока в Горловке тренировки возможны только в домашних условиях. Богдан решил заниматься спортом самостоятельно. В этом ему помогает младший брат. Виктория Чистюхина, Данила Киреев, телеканал Донбасс. Время новостей Донбасса продолжает следить за развитием событий. На этом прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»